Спасибо большое, доброе утро, вернее, и спасибо большое, что вы это доброе утро встретите вместе с нами. Как всегда, в общем, нужна какая-то такая, какое-то начало, цитата. Я хотел бы прочитать нашего замечательного предпринимателя, который вчера, собственно говоря, в свою очередь процитировал Булата Ахуджаву. Когда нас осталось мало, мы за наша боль. Нас немного и врагов немного. Это он, правда, не говорил, но подразумевал. Поэтому, собственно, я очень рад приветствовать участников и наших панелистов. Здесь представлены среди участников панели как предприниматели, так и представители СМИ, так и... Представитель науки. Ну, как вы знаете, в общем, репутация – это, в общем, довольно тонкая материя, и она имеет очень много разных, так сказать, направлений, или, вернее, способов ее создания и поддержания. Мы попытались провести анализ, что думает по этому поводу население Российской Федерации, и нам в этом помог центр Юрий Левады, который, собственно говоря, подготовил нам вот этот маленький вопросник, который, собственно говоря, показал, что думает народ по поводу деловой репутации. Как оказалось, основные три фактора, которые отмечают народ, причем разные группы, примерно одинаково отвечают – это качество, собственно говоря, товаров и услуг, которые производит компания. Это выполнение обязательств, ну, в самом широком смысле, партнерских обязательств, обязательств по поставке, по оплате продукции, ну, а также соблюдение законодательства. Я хочу отметить, что вот этот, как бы, опрос, он, в общем-то, не отражает, наверное, всей полноты и сложности этого понятия деловая репутация. Но вместе с тем я хотел бы обратить внимание ваше на то, что вот эти самые как раз факторы или показатели, они очень важны, потому что это то, что в первую очередь должен защищать человек, или, вернее, корпорация, то с чем она должна работать, прежде всего, потому что это наиболее уязвимые стороны ее деятельности. Но, как я уже сказал, факторов значительно больше. Словом, деловая репутация – это еще и социология, это еще и технология, это еще и экология. В общем, довольно много различных факторов существует. Кроме того, на сегодня для отражения деловой репутации составляется несколько видов отчетности, в том числе не финансовой. И вот о возрастающем значении такой отчетности мы тоже с вами поговорим. Но, возвращаясь к главному вопросу, или, вернее, к главной теме нынешнего конгресса о доверии, хотелось бы задать вопрос нашим паналистам и аудитории. Что же все-таки первично? Доверие или репутация? Или репутация, а потом доверие? Или же это все вместе? Вот было бы интересно, чтобы как-то на эту тему тоже мы смогли просуждать. Первое слово я хотел бы предоставить уважаемому Давиду Михайловичу Ягубашвили, который в своей жизни занимался очень многими, на самом деле, направлениями, связанными с созданием, развитием, сохранением репутации. И как бизнесмен, причем не только в России, но и за рубежом, и как общественный деятель, он вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Давид Михайлович, пожалуйста, вот скажите, что же все-таки вы считаете главным? Социальную высокую ответственность корпорации и предпринимателя? Или же достаточно просто выпускать качественную продукцию? Такой философский вопрос. Спасибо большое за слово. Мне легко, я первый начинаю, потому что другим будет тяжело находить какие-то основные аргументы. А я хочу сказать, что на самом деле, вот я тоже подумал, что сначала доверие или репутация, или сначала хорошая продукция. Я думаю, что все выстраивается по кирпичикам. Сначала надо завоевать доверие, потому что доверие разрушить можно в один момент, а строить его годами. Что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, выпускали бы ту же самую сталь или выпускали тот же самый йогурт. Один раз попался йогурт плохой, столько неприятностей получается. А вот он идет, пока идет, 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 и годами, значит, завоевываешь какой-то авторитет в плане того, что у тебя хорошая продукция. Она должна быть всегда хорошей. Вот в чем дело, так вот, это многого стоит, очень дорого. Вот репутацию, тоже репутацию, вот выполненное слово. Взял на себя слово, держи, как бы того ни было. Вот так учили у нас в пионере, я не знаю, я был пионером, тембрёнком был, комсомольцем. Если взял слово, держи. Сейчас, к сожалению, это не совсем так вяжется со всем происходящим. Особенно, вот Макаров вчера выступал, позавчера выступал, а, нет, вчера утром выступал на Сбербанке. Как раз он наехал на наше правительство, на ребят, что берут слово и не выполняют. Но в бизнесе это очень главное. Я все-таки считаю, что это тоже и политики должны, если взяли слово, должны выполнить. Ну, хотя бы те же самые вещи. Оказывается, ни один президент до Дональда Трампа не выполнял взяток на себя обязательств, которые он давал во время избирательной кампании. А он что-то сделал. С теми порвал отношения, с этим поругался. Ну, все, что обещал, выполняет. Вот это, опять-таки, социальная ответственность. Ну, об этом лучше всего расскажет Елена Феоктистова, потому что она у нас в этом ДОКа. Я многое чего повторяю, что она говорит. А тогда, может быть, если обратиться к вашей общественной деятельности, как вы считаете, вот как РСПП способствует созданию деловой репутации российскому бизнесу и удается вот в этих непростых условиях эту репутацию таким образом поддерживать? Я думаю, что я с самого почти первого дня современные корпорации промышленников и предприниматели и, в принципе, приходилось создать свой авторитет с самого начала. Еще с Вольским покойным мы это выстраивали, что мы что-то делаем, что мы показываем, что да, вот мы в случае чего отменяемся, в случае чего мы разрабатываем общие какие-то мнения, выступаем по этому поводу, не всегда поддерживаем, но много раз получалось, что мы как-то отстаивали. Вот это и есть репутация. Годы, годы, только годы могут и долгий труд, который нескончательный, ежедневный. Вот он приводит к тому, что завоевываешь репутацию как и на собственном рынке, так и среди друзей, знакомых, товарищей, населения, ну а дальше еще до пределы иностранных. Очень важный вопрос, иначе никто не будет верить. Ребеночка можно обмануть один раз, потом он придет, скажем, и это уже не так. Так что вот мы стараемся. Спасибо большое. Очень важно, на самом деле, услышать ваше мнение. Но вместе с тем хотелось бы теперь перейти, может быть, к более таким формальным оценкам деловой репутации. И у нас здесь присутствует очень важный человек. Интересно его послушать с точки зрения его оценки, как нужно создавать, вернее, как же нужно защищать репутацию. Это партнер Клиппорчан, а не юридические фирмы, Марк Барталоне. И вот он бы мог, наверное, рассказать больше о правовой составляющей деловой репутации. Насколько мне известно, в российской практике юридической понятие деловая репутация не определено, как юридический термин. И, наверное, в других юридических целях это не все-таки иначе. Поэтому, может быть, вы расскажете нам, Марк, насколько трудно в России отстаивать деловую репутацию? Спасибо большое. Доброе утро, коллеги. Вы совершенно правильно говорили, что, в принципе, определение, точное определение, деловая репутация в российском праве отстаивает. Ну, это, в принципе, ничего особенного, потому что в других юрисдикциях такая же существует проблема. В других юрисдикциях только существует долгогодная какая-то судебная практика, которая больше определяет и помогает, что такое деловая репутация. Единственная проблема, которая здесь существует, это, как сказали люди, деловая репутация такая штука, никто не может объяснить, что это, но если нарушается, все это понимают. И из этой точки зрения идет фактически проблематика, как можно определить, что это такое. И если вы посмотрите, например, на судебную практику в России, во-первых, нужно сказать, что каждым годом станет судебная разбирательство по этому поводу в два раза больше. Если, например, у меня были какие-то цифры, но неважно, когда это самое, 2016 года приблизительно были полторы тысячи, а 2017 года уже были три тысячи приблизительно. Это скажет, что фактически судебная практика развивается и помогает в будущем обществу определить, что это такое и каким образом это может быть защищено. Здесь только существует еще самая главная проблема, кроме того, что мы не совсем понимаем, что это такое, это проблема, которая связана с интернетом. Потому что раньше моя бабушка всегда сказала, все, что, как сказать, газеты, которые сегодня интересно читают, завтра используют для того, что упаковывают рыбу. Интернет, к сожалению, ничего не забывает. И поэтому защита этих проблем, репутация, станет гораздо сложнее, чем раньше было, потому что общепамятни раньше как-то не существовало. Чего-то было написано в газете. Ну, жди две недели, и потом будет следующая история, и об этом забывают. Сегодня, например, я могу из своего личного практика дать пример, когда группа предпринимателей российских приобрел лет 10 тому назад в Германии недвижимость, а там конкуренты писали немецкую прессу чего-то плохого от них. Из-за того, это политика, так далее, так далее, так далее. Я им раньше сказал, ребята, надо чего-то делать, потому что просто так, потому что это очевидно неправда, надо чего-то делать. Они сказали, ну, слушай, забудь, неважно, никому не интересно. Сегодня совершенно другая ситуация, потому что сегодня у нас существуют санкции, у нас существует другая климата как-то в принципе. И вот сегодня для них это является действительной проблемой, потому что эти слухи, которые 10 лет тому назад упубликовали, сегодня используют для того, чтобы сказать, что они близко санкционированное лицо. И для них это стоит очень много таких проблем, day-to-day бизнес. И как-то пример для того, что интернет ничего не забывает. Сегодня идете в Google, компромат, я не знаю куда, и читаете все 20% правду, и 80% как это сказки, и я не знаю чего. И поэтому сейчас проблема правительства, и не только здесь, каким образом можно ограничить распространение вот этих информаций, которые влияют на деловую репутацию. И здесь есть, и в этом смысле, в каждом, я сравнил несколько стран, как это делается, и все государства пытаются влиять, например, на соцсетах. В Германии есть такой очень большой закон, который выступил в силу там год тому назад, где говорят, что тех соцсетей, у которых есть больше, чем 2 миллиона использователей, у них должен быть отдел, который, как сказать, регистрирует fake news или вещи, которые влияют на репутацию человека безобоснованно. Но это большая, большая, это самая задача. И даже если это работает, поскольку это мультиплицирует, это тоже, как сказать, если чего-то было на Фейсбуке, который Фейсбук убирает, это есть 10 дериваток, в которых ты можешь этого найти. И поэтому здесь действительно существует задача для тех, которые пишут в законах, каким образом мы можем реально ограничить распространение таких вещей, которые влияют на репутацию. И здесь можно сказать, что разные страны сделают по-разному. В принципе, в Европе делается так, что будет большая регуляция, которая, как сказать, обязует тех операторов убрать фактически вредную информацию. В Штатах, например, немножко по-другому, потому что в Штатах, если ты чего-то пишешь, которое не совсем правду, ты сам лично можешь платить большие-большие штрафы, которые как-то действительно являются штрафами. Но для этого нужно иметь хороших юристов, я так понимаю. Ну да, в том числе. Юристам тоже надо платить. Спасибо большое, Марк. Очень было интересно. Итак, репутацию деловую нужно защищать. И вот видите, это очень сложный вопрос. Но репутацию, оказывается, можно и создавать, и улучшать. И вот поэтому мне хотелось бы следующее слово передать тоже участнице нашей панели Юлии Морозовой, руководителю Creative Production, которая, собственно говоря, профессионально работает в этой области. Она работает с крупнейшими компаниями и как раз поддерживает и улучшает, помогает им создавать репутации. Ну а кроме того, очень интересно спросить ее также о ее опыте, а вот существуют ли какие-то гендерные особенности или методики построения личного бренда? Ну вы знаете, мне кажется, вообще деловая репутация, ну все-таки это не материальная, это материальная, на мой взгляд. Вот если взять там, например, одежду, да, вот мы носим там марка Эрмес или марка Шанель. Но вещи же… То есть мне кажется, деловая репутация – это разница между тем активом, который есть, и стоимостью, за которую ты можешь продать. И на самом деле, вот, почему я говорю о Шанель или Эрмес, потому что, в принципе, вещи не стоят таких денег, да, но мы покупаем очень дорого. Потому что деловая репутация этих компаний, она, ну, построена на высоком уровне. И мне кажется, что вся деловая репутация, она делится, как любой бренд, на ревернесс и предъявилики, да, вот все говорят здесь о доверии. На мой взгляд, во-первых, известность – это 70% доверия. То есть если мы что-то знаем, мы заранее этому доверяем. И доверяем там… Мы не можем почти назвать компанию, которая была очень известна, и мы бы считали, что она плохая или какая-то недостойная. Почти такого не существует. То есть да, нам больше нравится. Дальше тут уже особенности. Это более современное, это более там, не знаю, лакшери, это более стабильное, у этой большая социальная ответственность. Но глобально и Вернесс делает половину, даже больше половины дела. И многие компании, они ведут там… Знаете, я вот организовываю разные там социальные программы, пиар-программы. Иногда маленькое дело, которое там можно развить и так распиарить, что кажется, что оно грандиозное. И потому узнаваемость, на мой взгляд, это первый такой большой стабиль. Дальше уже, конечно, вызывается… То есть компания пытается, любая компания, вызвать доверие к своему бренду. И для этого тоже есть много инструментов, как это сделать. Есть, например, участие либо экспертов, либо известных людей. Почему все привлекаются к известным людям? Потому что, опять же, это узнаваемость. То есть если известный человек пользуется чем-то или там участвует в чем-то, значит, это заранее правится. И это тоже очень большой блок работы, потому что все это пытаются сделать. Также, мне кажется, что вы правильно сказали, что соблюдение законов – это тоже очень важно. И, знаете, вот, например, если вы берете любой государственный тендер, в котором там любая частная компания участвует, глобально там все написано по деловой результате. То есть те документы, которые ты предоставляешь, они заранее пытаются… То есть это опыт работы, соблюдение законов, например, финансово показать, что вот сейчас, например, все большие крупные компании перешли на постоплату. То есть малый бизнес, он авансирует, тем самым вызывает в себе доверие. То есть если мы делаем свои деньги, как можно нам не доверять, чтобы нам не заплатить? Потому что, мне кажется, что развивая известность и соблюдая вот тот блок, который вы сказали, законодательство и так далее, это уже твоя деловая репутация. А то, что касается гендерного признака, знаете, есть разница. На мой взгляд, женщинам гораздо тяжелее, чем мужчинам строить деловую репутацию. И вообще участвовать в бизнесе, потому что, ну, все-таки мы не ходим по баню или там беседим в ресторанах. У нас все-таки больше это связано с конкретным продуктом, который мы реализовываем. Мы такие больше ремесленные. Ну, правда, то есть женщины в основном, они больше относятся к деталям, они ко всему более как-то четко подходят. И потому, знаете, вот это вот все «давайте договоримся, мы начнем с собой», с женщинам, это чуть меньше вид отношений, потому мы, наверное, более профессионально смотрим на эту ситуацию. Очень интересно. Я должен согласиться, наверное, с тем, что женщина действительно, она в детали, гораздо больше может вникнуть и разобраться с ними и так вместе объединить. Вы знаете, мы делаем большое мероприятие, в том числе на этом форуме, мы делали прием с Банка ВТВ, прием с Банка ВЭБа, мы почти не берем мужчин никогда до работы, потому что мужчины, это правда, это правда. Мы сейчас вот это глобально, там, идем туда. А как идем туда? Вот вопрос. И действительно детально, конечно, женщина более аккуратна. Ну что ж, спасибо вам большое. Вы поняли, да, что насколько, в общем, сложная и тонкая материя репутация. Но вместе с тем репутация – это и очень серьезный такой момент. Я вот хотел бы перейти к вопросам о некий формализованном подходе к оценке репутации. В частности, хотел бы предославить слово Юрию Единкову, профессору факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Насколько я знаю, Юрий, вы проводили исследования основных рисков, связанных, в частности, с репутацией в банковском сообществе. Поэтому, вот скажите, находят ли они эти риски отражения в корпоративных стратегиях банка сейчас? Продолжение следует... Надо два держать. По-македонски. Раз-раз-раз-раз-раз-раз, отлично. Итак, я понял со слов Юлии, что тема нашего семинара, нашего тренинга – восстановление деловой репутации женщины после новогоднего корпоратива. Но, тем не менее, я, конечно, хотел начать не с этого. У меня для вас всех такая хорошая-хорошая новость, что доброе ваше имя будет жить вечно. Подчеркиваю, доброе ваше имя будет жить вечно. И подтверждением этого даже есть документы, но помимо классики, есть еще ноздорованные стандарты финансовой отчетности, в которых говорится, что первый принцип – это учетная и стратегическая политика фирмы. Полагается, что они будут вечно, как и сама фирма, и поэтому учет вы должны называть таким образом, чтобы вам репутационный ваш след и аудиторский след существовал вечно. То есть речь про стратегию. И удивительно, что среди стратегических рисков более две трети, тут уже Pricewaterhouse, ваш конкурент, говорит, что более двух трети предпринимателей оценивают внедрение новых технологий и вообще информационных технологий в ближайшие пять лет, как приводящие к падению доверия к компаниям. Что новые технологии, они не всегда повышают флоршоры. И доверие, я хотел бы как раз перейти к информационному риску, что до середины прошлого века доверие, репутация – это были скорее качества физической личности. И где-то уже после 50-х годов репутация начала распространяться и на бизнес. В нашей стране, ну, как всегда, впереди планеты всей, я имею в виду из силы бизнеса, в количественной оценке репутационного риска приступил Центральный банк, и в 2005 году он издал указания, то есть письмо написал 92Т, в котором и определил как раз репутационный риск, правовой риск, и показал, что он бывает внешний, внутренний, в основном напирая на то, что репутационный риск в первую очередь связан с выполнением или не выполнением законодательных и нормативных актов Центрального банка. Но, тем не менее, отмечает и то, что внутренние риски в основном связаны с персоналом. Что показывает количественная оценка? Что, измеряя падение репутации фирмы, ну, это экспертная оценка, опять же, вы набираете количество экспертов, это во всем, я бы сказал, такое некое творчество, неформализованное. Мы выбираем параметры, по которым мы опрашиваем экспертов, потом это все складываем, и мы можем сравнивать нашу репутацию с нашим банком. К сожалению, мы не можем выстраивать репутацию и тот же самый подход, и вводить экспертов по всем банкам, и тоже опрашивать. Но свой банк мы можем померить. И для средней, такая оценка, падение репутации на 1% приводит к 3% стоимости, рыночной стоимости компании. Достаточно солидно, и, в общем, будем мериться. Теперь… А, если можно, да. Вот у нас регламент есть определенный, поэтому… Я заканчу. Пожалуйста. Я хотел добавить по поводу еще того, как удерживать репутацию, в первую очередь, доверие внутри компании, между сотрудниками банка и компании, и между сотрудниками и руководством банка. И под конец я хотел завершить, что как же удерживать свою собственную репутацию, значит, один день в неделю вы ведете себя, как положено, то есть как хотите, зато остальные 6 дней восстанавливайте свою репутацию. Спасибо. Спасибо. Да, это такое, да. Видимо, все пошли восстанавливать репутацию. После форума пойдут. Я хотел бы предоставить слово очень интересному человеку, по-моему, потому что этот человек создал организацию, которая вот в последнее время очень становится авторитетной и популярной среди нашего бизнес-сообщества, и банкиров особенно. Это Екатерина Трофимова, которая, собственно, возглавляет аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА. И вот я думаю, что это человек, который непосредственно может, наверное, очень многое сказать о том, как же эту репутацию они оценивают, и как они… Есть ли какие-то способы, чтобы, ну, в общем, это сделать правильно, верно и достоверно? Спасибо большое. Действительно, наверное, рейтинговому агентству как бы никому стоит знать, уметь работать с репутацией, потому что, прежде всего, это основа нашего собственного бизнеса, потому что, в отличие даже от аудиторских компаний или консалтинговых, ну, ничего, кроме нашей методологии и доверия рынка к нашему мнению, к хорошему нету. С другой стороны, мы как рейтинговое агентство оценивая других, безусловно, ориентируемся на ту репутацию, которую та или иная организация имеет на рынке. Но истина, как всегда, где-то посередине. Примерно 50% наших методологий ориентируется на так называемые качественные факторы. Но наша работа с деловой репутацией участников НК на самом деле достаточно сложный механизм. Потому что давайте разберемся о том, что такое деловая репутация. Вы сразу измерители уже упоминали, в частности, очень такой правильный подход, но, наверное, достаточно такой упрощенный, что действительно, их мнение деловой репутации – это разница между реальной балансовой стоимостью всех активов и той, по которой вы его можете продать. Но по-хорошему, вы же прекрасно знаете, что на рынке мы принимаем решения зачастую импульсивно, интуитивно. И действительно, конкретно по мере, что такое деловая репутация, это некая комплексность множества субъективных мнений. Мы как рейтинговое агентство, когда приходим и работаем с организацией, мы сталкиваемся с очень разными ситуациями. То, что мы мерим, это немножко об ином. Это вот не об этой массовости субъективных мнений. Потому что вот уже сегодня звучало, что будьте публично, будьте известны, и это очень важный вклад в деловую репутацию. Мы видим очень разные ситуации. Мы видим и организации, которые имеют минимальную известность на рынке, очень качественный продукт. И, наверное, то, что мы делаем, это как раз таки сбалансировать и выправить реальность дел и их восприятие в том, что называется деловой репутацией. Я прошу прощения, что это получается некак сумрачно и сумбурно, но сама тема, которую мы сегодня обсуждаем, она достаточно сумбурна и достаточно сложно определить, как с ней жить, как ее измерять и как ее понимать. Мы, когда приходим и общаемся с рейтингуемыми организациями, мы все-таки смотрим в суть вопроса, в суть продукта, то, с чего начинали, и пытаемся выставить свою оценку. И что получается, что та оценка, которую в дальнейшем мы публикуем, является очень важным элементом в формировании этой деловой репутации. Но, наверное, то, что делаем мы, это как раз-таки попытка выровнять некое пиар-мнение, некое общественное знание, которое не обязательно соответствует сути вопроса, и то, что на самом деле есть. Поэтому возникают такие казусы очень часто на рынке, когда на рынке есть некое положительное или отрицательное мнение о той или иной организации, далее публикуются заключения рейтингового агентства, и возникает некий казус. В некоторых случаях идет положительное или негативное расхождение. В некоторых случаях, когда расхождение особенно существенное, когда рынок считает, что деловая репутация очень даже и ничего, выходит рейтинговое агентство и оставляет совершенно иную оценку, это приводит примерно к тем событиям, которые у нас были на банковском рынке летом прошлого года. Когда возникает вот такой серьезный диссонанс. Поэтому, наверное, если уж существуют проблемы с измерением деловой репутации, не только через известность необходимо с этим фактором работать, но и подключать максимально рано на этапах формирования этой деловой репутации все-таки тех, кто занимает измерением, необязательность деловой репутации как таковой, но в целом качество той или иной организации. И вы задавали вопрос о том, как формировать репутацию. Существует множество консалтинговых проектов на эту тему. Наверное, самый важный совет вам давали дедушек и бабушек, в том, что ты считаешь правильным. Далее можно рассуждать о том, у кого какие диапазоны понимания совести. Но это на самом деле самый лучший путь, потому что можно взять из гениальных пиарщиков, но если ваш продукт ничто, если вы из себя не представляете профессионалы, рано или поздно, сейчас тем более рейтингового агентства или кого-то не было еще, это будет известный и понятный рынок. Поэтому живите по совести, делайте все честно, но рассказывать о себе надо уметь правильно тоже, потому что известная проблема российских, советских продуктов, конфеты и ничего, но упаковываем их так страшно, что к ним подойти даже не очень хочется. Поэтому, да, если вы в бизнесе, у меня есть некоторые претензии к названию нашей цели, деловая репутация, вообще не очень, честно говоря, понимаю, чем деловая репутация отличается от иной, то есть 7 часов рабочего времени, ну, кому как-то везет, да, в день, вот вы как бы достойный человек, а потом вух, да, после отмечания рабочего дня, наверное, репутация, она, в принципе, комплексная, она не есть деловая или неделовая, да, она вот вся, но, очевидно, вторая часть не вызывает сомнений, вот, честного слова, явно недостаточно. Это много-много-много-много мелких и крупных моментов, опять-таки, потому что деловая репутация – это множество субъективных мнений, еще раз. Спасибо большое. Вообще, я должен сказать, что, наверное, очень нужно было обладать высокой деловой репутацией и пользоваться доверием для того, чтобы высказывать вот такие мнения, о которых вы говорили, которые не совпадают с мнением общественным. И, в общем, для этого нужно действительно очень много работать. Спасибо большое. Я думаю, что наши участники еще, может быть, подпорят с вами, или, по крайней мере, как-то тоже обсудят эту проблему, что такое деловая репутация, что такое просто репутация. Но действительно, деловая репутация – одного честного слова теперь недостаточно, как уже здесь отмечалось. И в связи с этим хотелось бы предоставить слово тоже нашему участнику нашей панели, это Елена Николаевна Феоктистова. Она управляющая директор управления корпоративной ответственностью, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП. И вот хотелось бы, чтобы она поделилась тоже своими наработками, или наработками, которые имеются в РСПП, в части оценки и в части неких стандартов, которые они разрабатывают для того, чтобы оценивать информационную открытость, нефинансовую отчетность, общественное подтверждение, которое требуется для того, чтобы подтвердить деловую репутацию. Елена Николаевна, Вам слово, пожалуйста. Ой, ну что, спасибо еще раз за приглашение и за тему. Я как раз не то, чтобы в полемику вступать, но все-таки скажу, что нет. Конечно, мне кажется, что деловая репутация как самостоятельный предмет управления имеет право, что она не существует. И я бы в данном случае говорила даже сейчас не столько о репутации конкретных предпринимателей, менеджеров, там, и людей, сколько в данном случае о деловой репутации связанных с компанией, с организацией. И возвращаясь к началу, что раз это один из ключевых сегодня материальных активов, имеющих вполне отчетливое финансовое измерение, то, как и любым другим активам, он надо управлять. И это процесс, который постоянно должен работать. Трудно себе представить, что можно создать себе репутацию и почевать на лаврах. Это совершенно невозможно. То есть это очень важно, это такой базис, на который можно опереться, но каждый день происходят события, которые могут повлиять на какие-то изменения, на отношения. Поэтому первое, что важно, понимая, что нельзя защититься от циклов, новостей, нельзя защититься от недоброй конкуренции или нечестной конкуренции, нужно что-то этому противопоставить. Это что? Прежде всего, конечно, сегодня исключительно говорят о том, что не может быть соответственного бизнеса, вообще эффективного бизнеса без того, чтобы он был достаточно открытым, прозрачным и заботился о том, чтобы предоставить своим партнерам, а это и государство, и финансовые институты, и общественные организации, и граждане, которые являются потребителями самсольной продукции, взвешенной, достоверной, сбалансированной информации. Один из инструментов это, понятно, что отчетность, и сегодня это не зеленцевая отчетность. Мы говорим о том, что если у компании нет такого инструмента, то это сразу вызывает вопросы, это сразу вызывает настороженность, но если есть, то это тоже риск, потому что вопрос в качестве информации имеет значение. И вот здесь возникает вопрос о том, что вы можете рассказать о себе много хорошего и правильного, но для того, чтобы этому верили, доверяли, очень важно иметь как раз вот это независимое подтверждение. И сегодня тема независимого подтверждения, вот есть такой совершенно чудесный человек, замечательный, полкод, который был создателем такого центра информации, что называется, Corporate Register, который сегодня самая крупная база данных нефинансовой отчетности, отчетности области устойчивого развития, который говорил о том, что мы с ним об этом говорили, о том, что чем больше свидетельств, независимое подтверждение, независимое оценки имеет компания, тем лучше это ее преимущество перед другими, любыми, поэтому тем более авторитетные подтверждения. Если, скажем, еще в 18 веке речь шла о том, что такой один тоже известный человек говорил о том, что куда бы мы ни шли, наша репутация дурная или хорошая всегда нас опередит, то сегодня скорости такие, что мы еще никуда не идем, а репутация уже опередила. Поэтому мы говорим о том, что, во-первых, отчетность, этим надо заниматься, она должна быть качественной, она должна отвечать тем запросам, которые в обществе сегодня существуют, а спрос на информацию сегодня просто каком нарастает. И государство усиливает, так сказать, требования к бизнесу, к его открытости, поскольку все поняли, как велико влияние бизнеса на все стороны жизни, на экономику, на социальную сферу, на политику, в конце концов. Значит, финансовые институты сегодня, сегодня уже 72, по-моему, мировые биржи ввели у себя правила учета нефинансовых показателей деятельности, понимая, что от них зависит и устойчивость, и эффективность, и конкурентоспособность, и капитализация компаний. Сегодня мы знаем, что во многих странах, но уже и в России эти процессы развиваются, что потребители очень чутко реагируют на то, с какой компанией они имеют дело. я в свое время очень удивлялась тому, что, скажем, один район в Лондоне может для себя принять решение, коммуны, то есть люди, живущие там, и администрация, что вот на нашей территории будут продаваться потребительские товары только ответственных компаний. Это значит, что все магазины, которые торгуют на этой территории, озабочены тем, чтобы те товары, которые они принимают в свой магазин, подтверждали, что они соответствуют каким-то требованиям. Я думаю, что это докатится и до нас, и я помню такие истории, мы слышали о них, когда и у нас потребители начинают рублем голосовать за какие-то, если вы помните историю несколько лет назад, когда в Эстонии демонтировали памятник солдату, и что случилось? В течение достаточно такого длительного времени вдруг многие российские и бизнесмены, и потребители отказались покупать эстонские сыры, молочные продукты. Это же реакция вот на Ронтак, эти реакции могут быть и на деятельность компаний. Сегодня безопасность труда, зеленые технологии, права человека, кстати, в аспекте предпринимательской деятельности, ответственные цепочки поставок, это все те вопросы, ответ на которых формирует представление компании. Кстати сказать, о правах человека тоже, в общем, довольно любопытно. Это тоже сегодня разворачивается как новая реальность. Вот буквально тоже, наверное, в конце прошлого года, в начале этого, такая информация прошла о том, что администрация Нью-Йорка обратилась в суд с двумя исками к пяти крупнейшим нефтяным компаниям за то, что они своей деятельностью так влияют на климат, что, ну, город Нью-Йорк в силу того, что там был очень большой торнадо, ураган, понес большие потери и, так сказать, большие затраты на восстановление. Это был один иск. А второй иск, обращаю внимание, иск по нарушению гражданских прав населения, которые живут на этой территории. То есть я хочу сказать, что вот это те вопросы, на которые сегодня есть большой спрос ответов, как ведет себя компания, какой ценой она делает свой бизнес. И поэтому эффективность экономическая, да, это всегда было, так сказать, ключевой задачей для любого бизнеса. Но вот какой ценой делается этот бизнес, становится сегодня вопросом номер не два, а номер один. И ответ на этот вопрос в том числе это использование инструментов, вот это открытости, и я еще раз говорю об отчетности, потому что это инструмент коммуникации с каждым из своих партнеров. И в этой отчетности каждый государственный свой запрос, должен найти ответ на эти запросы, инвесторы на свои запросы, там местное население или местное сообщество, в котором работает компания, на свои вопросы. То есть это достаточно сложный процесс, которым надо овладеть и который надо развивать и повышать эффективность здесь. Ну и, конечно, теперь несколько слов независимой оценки. Я хочу сказать, что, конечно, вот уже речь шла о том, что, ну, в том числе индексы, рейтинги и независимое подтверждение отчетности, это очень важный, так сказать, инструмент для компании, чтобы поддержать свою репутацию, вот эту, ту, которая формируется каждый день. У нас, мы тоже уже четвертый год, пятый год, на самом деле, составляем индекс в области устойчивого развития, и оказывается, на самом деле, тоже очень интересный результат. Лидеры, те, кто оказывается в числе лидеров, а мы оцениваем у крупнейшей компании по довольно широкому кругу показателей, но там более 40 показателей и 70 индикаторов, потому что в некоторых показателях описываются несколькими индикаторами. Довольно такой, вот лидеры, там, первые 20 позиций, это компании, мы провели с биржей такое пилотное исследование, посмотрели, те компании, которые, большая часть из них котируются на московской бирже, и их доходность выше средней доходности по среднебиржевому индексу. Это не случайно совершенно. Социальные, экологические факторы, репутационные, кстати, управленческие, качество управления оценивается, так сказать, достаточно высокие показатели они получают, значит, они оказываются в лидерах, но они же оказываются более эффективными экономически. Это совершенно не случайно, это лишний раз говорит о том, что сегодня не финансовые аспекты деятельности, не финансовые результаты деятельности, не финансовые показатели деятельности формируют и экономическую эффективность, экономическую устойчивость и состоятельность такой. Спасибо большое. Ну что же, вот мы, собственно говоря, приходим к технику выписыванию рецептов, каким образом все-таки можно объективно эту нашу деловую репутацию или любую другую репутацию поддерживать, сохранять, развивать. И вот я хотел бы передать в связи с этим слово эксперту в зале, партнеру ФБК Гранд Тортон Владимиру Ильяновичу Скобреву, который является настоящим гуру в области нефинансовой отчетности, он и в общем международный сертифицированный специалист в этой области, ну и очень много работает также с компаниями российскими в этом направлении. Еще и член Совета по нефинансовой отчетности у нас в Республике. Да, да, да. И комитета кооперативности и ответственности. Так, пожалуйста, ваши комментарии. Спасибо за такую информацию во мне. У меня два комментария. Первое, заслушался Анастасия Николаевна, и хотел бы откомментировать, что да, индексы, рейтинги, да, они средства оценки репутации компании, но они и сами нуждаются в оценке такой репутации, и возьмите рейтинг эксперт, там привлекают аудиторов, чтобы подтвердить, что он правильно составлен. Индексы РСПП тоже привлекли независимую экспертизу аудиторскую для того, чтобы подтвердить деловую репутацию индекса. Это первая мысль. Вторая мысль, тут разрешили дискутировать, по-моему, да, я высказал бы такой чуть-чуть взгляд свой на понятие деловой репутации, а термином. Мне представляется, что понятие деловой репутации, оно больше к человеку относится, только у них деловая репутация, я не знаю, какая-то личная репутация, там, репутация плейбоя, там, или еще что-то в этом роде. Когда мы говорим о деловая репутация компании, то мне кажется, что деловая равно просто репутация компании. И я бы сказал, вот как, исходя из опыта аудита, и работая, как было сказано, с отчетностью достаточно многих уважаемых компаний, я вижу, что многие начинают уже использовать инструменты, которые предоставляют международные стандарты в части стандарта интегрированной отчетности, для того, чтобы каким-то образом, ну, если пока еще не измерять, хотя такая цель есть, но, по крайней мере, определять и, по-старце, понять, что такое есть социальный репутационный капитал. Есть такое понятие социальный репутационный капитал. И эти стандарты требуют их измерять. Поэтому, как тут уже говорилось, это понятие важное, нужное, нуждающее в измерении, и тут есть над чем работать всем. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, вот мы хотели бы еще услышать реплику из зала. Илья Ефимович Лаевский, заместитель, руководитель Роскачества. Собственно говоря, мы как раз и говорили о том, что качество работы услуг это один из основных факторов создания репутации и поддержания ее. Спасибо большое за возможность выступить. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я тут в этом прекрасном отчете прочитал, что 72% влияние на рейтинг деловой репутации это как раз качество товаров, с чем Роскачество не может быть не согласно. Это очевидно. И мы этот вопрос детально исследуем. А реплика моя короткая заключается в том, что вот тут коллеги говорят рейтинг, рейтинг рейтингов, рейтинг всех рейтингов и рейтинг через другие рейтинги. Это отличная идея. Мне кажется, что машинное обучение и огромное количество данных, которые копятся у нас во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, то есть данные плюс машинное обучение, вот эти все рейтинги и перерейтинги, они поставят в правильный порядок, потому что мне кажется, идеальная ситуация, и это как с компаниями, так и с людьми, когда вы можете получить в очень быстром, очень понятном, очень четком формате не набор фактов о компании или человеке, а какой-то краткий вывод, какой-то единый главный рейтинг, но именно построенный при всем уважении к уважаемым рейтингующим компаниям и организациям, именно построенный на суммарной, совокупной и взвешенной детально оценке той самой деловой репутации, как набора данных, превращенных в информацию, а значит в знание о том, что это за компания или что это за человек. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Вы совершенно правы. Наверное, как это, рейтинг рейтингов или, в общем, это еще один будет рейтинг, еще один показатель комплексный. И, как это в известном стихотворении писали, что показатели все важны, показатели все нужны. Но вместе с тем, в общем, сейчас подходим к некому этапу, когда, в общем, специалист, который, специалист в области издательского дела в области средств массовой информации, мог бы нам сказать, а вот, собственно говоря, кто наши средства массовой информации, друзья или враги? То есть, что можно, собственно говоря, с помощью средств массовой информации добиться для защиты деловой репутации, сохранения или защиты от фейковых новостей, например. Руслан Юрьевич Новиков, глава издательского дома Аргументы и факты. Пожалуйста, много слов. Добрый день, друзья. Я, наверное, сегодня вам утро испортил будильник, я тоже немножко подпорчу вам утро. Все, да, все, о чем мы говорим, это очень здорово, и репутацией надо заниматься, безусловно, и это то, во что нужно инвестировать, но мы живем в мире фейковых новостей, о чем говорил уже Марк, глобальном мире фейковых новостей. Фейк-ньюс, как словосочетание, словосочетание прошлого года, 2017-го стало, 346, если не ошибаюсь, процентов выросло упоминание этого словосочетания в контенте мировом, и как бы вы не занимались своей репутацией, ее можно очень быстро уничтожить. Мало того, чем более качественен ваш бренд, и чем более трепетно вы к нему относите, как вы его прекрасно развиваете, тем интереснее он, например, для мошенников. очень простой кейс про один издательский дом, который я представляю, и прекрасную газету «Аргументы и факты», с самым высоким рейтингом доверия, индекс лояльности 68%, это максимальный уровень лояльности среди всех СМИ российских. Вот что такое бренд, который 40 лет внушал доверие всем. Как-то утром мы приходим на планерку и делимся новостями о том, как Сергей Доренко в прямом эфире своей радиостанции, на которой он работает, очень нехорошими словами нас всех называет, и мы не понимаем, что случилось, начинаем искать информацию, оказывается, есть прекрасная, очень красивая страница «Аргументы и факты» «АИФ.ру», только у нее другой адрес, и она некликабельная, на которой Сергей Доренко рекламирует замечательные пластыри, которые нужно куда-то приклеить, и что-то пройдет. Вместе с министром здравоохранения это делают на этой странице. Мы как-то в легком недоумении, потому что кликабельно там только ссылки на Алиэкспресс, с которым можно заказать этот пластырь. Связываемся с Сергеем, говорим, Сергей, ну как-то, он говорит, да, я понял. В следующее утро он, опять же, в утреннем эфире звонит мне на мобильный, мы с ним разговариваем в эфире, естественно, вся эта история уходит. Но вот ложечки нашлись, а садочек остался, если честно. Потому что выдача работает таким образом, информационная, что негатив, он всегда находит себе дорогу. Он однозначно находит себе дорогу. Я вот, прекрасный пример на одном мероприятии мы слышали по поводу поисковых запросов и выдачи. Поисковые запросы на тему, что делать, если ты провалился под лед, собирают там полмиллиона. Поисковых запросов, как не провалиться под лед, там 48 тысяч, примерно в 10 раз меньше. По-другому люди думают, люди, ну как бы, большая часть все-таки стремится к потреблению негативной информации. Она более яркая, она более интересная. Поэтому колоссальные затраты требуются на то, чтобы откорректировать свою репутацию, чтобы вернуть себе доверие. Поэтому вот есть как бы такой немножко негативный, но есть и хорошие новости у меня для вас. Есть удивительные примеры корректировки деловой репутации. Вот самый сложный репутации мировой лидер, до недавнего времени был. Так вы думаете, кто он? Ну все, наверное, догадались. Да, Ким Чен Ын? Сложная репутация была у лидера. Одна неделя, всего одна неделя, в течение одной недели индекс доверия жителей Северной Кореи поднялся с 10 до 78%. Одна неделя массированного мирового информационного шквала позитивных новостей. Всего одна неделя. Поэтому да, мы понимаем, что меняется в мире. Растет доверие к традиционным СМИ. Почему? Потому что фактчекинг, то, о чем мы говорили, проверка новостей, проверка фактов. То, о чем говорил Марк, в Германии это уже работает на законодательном уровне. При этом будут, наверное, рейтинги рейтингов, народные рейтинги. Вот пока мы здесь с вами работали, Илон Маск заявил о том, что он делает правду, ну собирается делать правду. Это некий агрегатор, который собирает мнение пользователей о доверии авторам и СМИ. Знаете, какой первый вопрос в среде СМИ возник? Кто управляет кодом? Кто? Ну, потому что он либо открытый, но он открытый вряд ли будет, да? А если он закрытый, то тогда кто управляет? Так вот, традиционные СМИ, большие аудитории, работаем с репутацией, занимаемся доверием, ну и купим деньги, если надо будет, как с Ким Чененом, за одну неделю весь мир. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно. И хотелось бы еще два аспекта рассмотреть деловой репутации, потому что, может быть, их не может быть, а точно их гораздо больше, но тем не менее, у нас есть эксперт, который представляет Ассоциацию социального развития Владимир Яблонский, и его хотелось бы спросить, скажите, а вот социальные инвестиции могут сегодня стать эффективным вложением в том числе в деловую репутацию? Добрый день. Спасибо. Я думаю, что, конечно, могут, но вначале хотел присоединиться к Марку и к Руслану. Мне кажется, мы живем сейчас, то есть у нас какой-то был сдержанный такой оптимизм всех выступлений, но на самом деле происходит катастрофа. То, о чем сейчас Руслан говорил, в любой момент любой из нас репутация любой компании, любого человека может быть растоптана. И какой-то технологии, как с этим бороться, вот четко, и, конечно, мы можем, как Ким Ченен, там, Северная Корея, но это довольно сложно. Мы видели, что происходило сейчас, скажем, в киноиндустрии в США. Очень приятно за поддержку у нас мужчин. Сложно представить, если это, например, распространится на нас, когда появляется тренд определенного отношения, он распространяется полностью на весь сектор, на всю индустрию, неважно, кто там прав, кто виноват. Все меняется моментально, меняется фактически работа индустрии. И мне кажется, что все традиционные пути, которые долгие годы отрабатывались, рейтинги, действительно, социальная ответственность, социальные инвестиции, сегодня как бы обесцениваются, нужно искать совершенно новые пути. Может быть, это действительно деловая репутация конкретных людей, не только компаний. Вот, Лена говорила о системах независимой оценки, у нас несколько лет существует система независимой оценки поставщиков социальных услуг, врачей, учителей, это тоже важный фактор, потому что каждый из нас выбирает, например, врача, выбирая себе учителя своим детям, в основном, на что мы сегодня ориентируемся, на рейтинги, на советы знакомых, кому обратиться. У нас никакой внятной системы для этого нету, и над этим, конечно, надо работать. Я думаю, что тот тренд, который появился последние несколько лет, когда социальные проекты и не только корпоративная социальная ответственность внутри корпорации, внутри компании, но и обращенная наружу активность, в первую очередь, может быть, не только менеджмента, но и самих сотрудников, которые выступают, волонтерами, которые выступают авторами каких-то социальных, пусть небольших, но очень значимых инициатив. Вот это очень важный момент, потому что этой репутацией, конечно, этими действиями создается репутация, которая создает совершенно другое отношение у людей, оно от сердца. То есть, когда мы работаем с фактами, когда мы работаем, действительно, сталкиваемся с фейк-ньюс, это один пласт, где-то на уровне ума, может быть, эмоций, но когда мы сталкиваемся с социальными проектами, это от сердца, и это может во многих ситуациях перекрыть негативный эффект любых действительно неприятных ситуаций. Ну, мне кажется, что действительно, нам надо всем думать сегодня о Бигдате, нам надо думать об искусственном интеллекте, нам надо думать о технологиях, потому что без этого дальнейшее существование всех наших репутаций невозможно, но и думать о сердце. Спасибо. в виде сейчас открытого такого пространства информационного, которое используется, в общем, не в самых лучших целях, и вот нужны какие-то средства защиты. И вот давайте вместе с Маратом Бегтимировым, генеральным директором Национальной ассоциации исследовательских и научно-образовательных электронных инфраструктур, посмотрим на вопросы деловой репутации с научной точки зрения, что же нам делать, вот как нам защищаться, и вообще как нам жить в этом мире. Спасибо. Я как раз, наверное, сейчас об интеллекте чуть-чуть. Но прежде по заведенной традиции я хочу напомнить фразу, которую вчера Кристина Лагрант сказала о доверии. Что доверие к нам приходит, это старинная, по-моему, голландская пословица, она вспомнила, что доверие к нам приходит медленно и пешком, а уезжает на запряженном коне стремительно. Мне кажется, вот вы сегодня, Сергей Михайлович, задали вопрос о том, как коррелирует доверие и репутация. Я думаю, что доверие это необходимая часть, но недостаточная для того, чтобы иметь высокий уровень репутации. Репутация, наверное, это некий знак качества. Вот я апеллирую сейчас коллеге, мы с ним беседовали на прошлой сессии, которая называлась «От экономики знаний к экономике доверия» и «К экономике счастья». Меня поправляют. Мы говорили о том, что, конечно, это качество и качество, вот я взял вот этот буклетик, на который сегодня сослался от опять же коллеги, что лидером среди ответов респондентов, значит, качество продукции и услуг 72%, мне здесь кажется, не хватает еще одного, качество знаний, качество компетенции, которое обладает либо субъект бизнеса, там, или хозяйственной деятельности, либо, собственно, персона, человек, который, так сказать, на эту высокую репутацию претендует. Поэтому одной из составляющих деловой репутации, на мой взгляд, должна являться компетенция. И здесь бы я провел параллель информации к знаниям и компетенции. Если мы говорим, что знание – это информация, очищенная от шумов, то компетенция – это полезное знание, которое мы применяем, вот, собственно, для производства качественных продуктов и услуг. И, наверное, имеет смысл, оценивая, рейтингуя компании, которые, так сказать, должны быть оценены с точки зрения качества репутации, наверное, имеет смысл посмотреть на уровень их компетенций, профессиональных в том числе. На самом деле, наверное, это можно померить. Если мы говорим, что мы в науке, мы используем наукометрию и какие-то метрики, которые мы можем, значит, применить той или иной оценки, это вопрос, как бы, многоаспектный, многоспорный. Тем не менее, мне кажется, компетенцию имеет смысл включить, так сказать, в оценку деловой репутации и попробовать померить это. Вот. Это один аспект. А второй аспект, который вот Сергей Михайлович сейчас затронул, я и к Марку апеллирую, и к Руслану, значит, информация, как мы ее используем. Мне в последнее время нравится термин информационная гигиена. Вот. Знаете, есть такой термин гигиена труда, который, ну, формально прописан и который имеет под собой, значит, вполне определенный смысл. Свод правил поведения, которые отражаются, в том числе, на производственной деятельности или на хозяйственной деятельности субъекта. Наверное, имеет смысл подумать об информационной гигиене с точки зрения влияния информационных процессов на АА, ту же самую производственную деятельность и на ту же самую деловую репутацию. Вот какой вывод напрашивается. А дальше можно и дальше подумать о том, что помимо гигиены существует еще санитария. А, и здесь, наверное, роль государства, которая, так сказать, должна посмотреть, каким образом используется информация. Мне кажется, что можно было бы и подумать об этом. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам большое. Сергей, прошу прощения, у меня есть комментарии на эту тему. По поводу государства, у меня есть такая, я не знаю, что подумают обо мне коллеги отрасли, потому что я второй день говорю, что что-то на тему пчелы против меда. Третий день говорю на эту тему. Ну, хорошо. Третий день говорю на эту тему. Как раньше корректировалась репутация? Случилась ошибка или сознательный фейк? Он вышел в утренней газете. Что происходило на следующий день? На следующий день выходило опровержение. И по сути репутация была очищена, потому что было очень ограниченное количество каналов распространения информации. И по сути вот фейк, как мы сейчас это называем, вот опровержение. Все, все красиво. Что происходит сейчас? Как я говорил там про компанию лидера корейского, нужно колоссальное, массивное усилие для того, чтобы откорректировать даже ошибку. И вот почему пчелы против меда? Потому что мы, как СМИ, по закону обязаны давать опровержение. Мы понимаем, что мы можем написать на первой полосе и опровержение на последней полосе убористым текстом внизу с названием опровержение. Это никогда не сработает. И по сути дела сейчас должна быть некая законодательная инициатива по мерам корректировки репутации. Это уже не опровержение. Это целая компания, которая должна по сути очистить репутацию компании или человека, которая была затронута и которая пострадала. Вот что я хотел сказать. Можно я вот тоже добавлю? На самом деле, знаете, я занимаюсь пиар-программами большими и разные компании принимают разные решения. Если вдруг выходит негативная новость, есть два варианта. Можно ее опровергать либо забыть на какое-то очень короткое время. И новость уходит в тираж. И на самом деле это сейчас вот прям целая тенденция. Потому что ты понимаешь, что если ты два, там, три, пять часов не реагируешь, потому что если ты начинаешь реагировать, тебя опровергают, нет, на самом деле мы не используем это в нашем продукте или нет, мы там, то начинается полемика и это дает больше эффект негативной новости. И потому каждый раз мы как вот, ну там, в том числе как пиарщики, мы сидим и спрашиваем, будем опровергать или промолчим. И знаете, что все больше и больше тенденций идет к промолчим. Последние, последние президентские выборы в Америке закончились проигрышем одной кандидатки именно потому, что одна проблема была замолчена. Это кейс. Да, спасибо большое. Я бы хотел сказать, вот взоры общества всегда были обращены, вот когда, чтобы соизбилить, соизбилить, насколько доброе имя было у человека или не доброе имя, все-таки обращены были ввысь, когда человек предстал перед Господом Богом, он смог оценить тогда, насколько человек прав был, не прав был, и как он за свою жизнь прошел, правильный путь или нет. Но сегодня мы на самом деле можем быть большими жертвами существующей ситуации. Система блокчейна сегодня не позволяет абсолютно что-либо скрыть. Хорошее, плохое. А судьи кто потом? Понимаете, все, вот этот вал, когда вот высыпется, и кто будет судить все-таки это компания или человек, он был прав или нет. Только опять-таки высший разум может быть к этому прийти. Из-за этого создать законодательную базу при сегодняшнем уровне нашего депутатского корпуса или любого, американского, любого, я думаю, сегодня не способны это сделать, создать такую, в общем-то оценочную структуру или оценочный какой-то процесс. Из-за этого все-таки надо очень осторожно к этому относиться и, я думаю, вся жизнь борьба. Нам приходится бороться за каждое, за то, чтобы как-то отстоять свое имя. И вот это будет чем дальше, тем будет все острее. Васильевна, пожалуйста. Да, я бы хотела продолжить эту мысль. действительно возникал вопрос, а как бороться с таким валом неуправляемых новостей, спекуляций, иногда и даже агрессии партнеров или таких квази-непартнеров. Наверное, можно пытаться предпринимать или принимать какие-то контракции, в частности, в пиар-поле. Не стоит забывать действительно о фундаментальных инструментах. и здесь мне кажется, что инструменты, связанные с большими данными, искусственным интеллектом, с ними нужно очень-очень осторожно. Потому что в нашем случае хорошо известно рейтинговое агентство АКР, которое я возглавляю, но у нас есть еще и дочерний бизнес, мы его примерно два года готовили, который работает как раз с моделированием. Так вот, наши научные исследования, науки очень много в том, что мы делаем, потому что мы как раз про такую скучную фундаментальность исследований, показывают, что большие данные, учитывая то, какова их природа, а это свалка, дают очень плохой результат с точки зрения предсказательности, качества, устойчивости, в частности, предприятий. Они дают очень неплохой срез, а каковы настроения в исследуемой зоне данных, но фундаментальные результаты по немассовым продуктам, а мы не забываем, что наша экономика очень концентрирована, результаты очень-очень плохие, потому что у нас, например, внутри работала целая команда машин-левниров, мы смотрели, каким образом мы можем в модели, в частности, мы же занимаемся в основном кредитным качеством, кстати, вот слово рейтинг как-то ушло в тираж, а мне кажется, особенно я этим профессионально занимаюсь, самый главный вопрос, а для чего вы составляете рейтинг, и вообще, что такое деловая репутация, вы что вообще мерите, вот мы, например, очень четкий ответ имеем на свой вопрос, что мы мерим, мы даем измеритель, который показывает, с какой вероятностью ваш контрагент отдаст вам деньги вовремя, в полном объеме, соответственно, деловую репутацию вы мерите для чего? Для того, чтобы понять, насколько приятно будет общаться, или держать продукт, или использовать продукт, ну, в общем, да, деньги вкладки, в общем, еще раз, очень важно, чтобы было четкое соответствие между тем, что вы измеряете, и тем, как бы, для чего вы это делаете, вот об этом не стоит забывать, потому что мы все любим чего-то померить, так вот, то, что мерим мы, то есть, вот, эта конкретная оценка, а можно ли с этим контрагентом работать с точки зрения его надежности в таком финансово контрактном плане, большие данные на крупных предприятиях показывают достаточно плохие результаты в том разрезе, в котором они существуют сейчас, поэтому с этим нужно очень-очень осторожно. мы тестировали модели примерно до предприятий с выручкой до миллиарда 800 тысяч миллионов, пардон, 800 миллионов в год, большие данные работают очень плохо, предсказательная сила модели очень слабая. При измерении вот этого множества субъективных мнений общества, а с точки зрения как модели, предсказательность, качество выполнения своих контрактных обязательств и финансовых обязательств. Хорошо, пожалуйста. Мы, наверное, можем немножко задержаться минут на пять. Я очень быстро отвечу. Мне интересно с вами побеседовать. Я хочу сказать, что мы в свое время оценивали научные организации с применением искусственного интеллекта в Ватсон, такого известного. Мы попробовали, как это выглядит. Проблема, как оказалось, в том, что на самом деле искусственный интеллект будет делать и считать вам ровно то, что вы попросите его сделать. И здесь в этом как бы смысле осторожность ровно на вашей стороне. Другой вопрос, что выяснилась неожиданная вещь. Большие данные большими данными, но данных не хватает. Их просто в природе нет для того, чтобы правильно оценивать то или иное качество. Маленькую реплику. Но все-таки понятно, что СМИ сегодня определяют такой фон, в котором мы живем. Но если иметь в виду все-таки деловые отношения, то, конечно, влияют и СМИ тоже. Но по большому счету формируются деловые отношения все-таки на другой немножко основе. И поэтому я все-таки возвращаюсь к тому, что компания должна управлять информацией, которую она себе выдает вовне, выдавать эту информацию, ориентируясь на тот запрос, который сегодня существует. Еще раз, это процесс управления внутри компании раз, и это инструмент взаимодействия со своими как раз вот партнерами, будь то государство, будь то инвестор, будь то потребители и так далее. И мне кажется, что все-таки понятно, что СМИ это четвертая власть, но они совершенно не заменяют того, что в компании существуют свой процесс, своя задача, связанная с формированием информации, которая, как в зеркале, должна отражать деятельность. Вот что я хочу сказать. И эта деятельность, и эта информация об этой деятельности, это тот продукт, на который сегодня в деловых отношениях партнеры опираются и используют уж во всяком случае. Спасибо большое. Ну, мне кажется, что, в общем, понятно, что деловая репутация, конечно, имеет отношение именно тем компаниям и людям, которые занимаются делом, бизнесом. И здесь я вот хотел бы уподобить эту деловую репутацию как некому, ну что ли, вот как солдат или как рыцарь в свое время одевал какие-то доспехи рыцарские и защищал себя от соответствующих там ударов и уколов. Наверное, вот все, о чем мы говорили, это и не финансовая отчетность, это и всевозможные рейтинги, индексы и так далее. Это то, что, собственно, защищает нас от вот таких фейковых новостей или вообще уколов или каких-то проблем, которые могут возникать не по нашей вине или во мне нас. И с другой стороны, я понимаю, что и с этим тоже можно бороться, потому что есть соответствующие возможности и законодательные вот возможности можно создавать для того, чтобы бороться с фейковыми новостями и для того, чтобы чистить интернет от фейковых новостей. В общем, прежде всего нужна вот иена, санитария и самое главное, мне кажется, вот во всем этом, что деловая репутация это очень объективная в общем вещь, которая обязательно ее нужно создавать, ее нужно сохранять, ее нужно развивать. Вот, наверное, это главные идеи и мысли, которые, собственно говоря, здесь прозвучали. Но вместе с тем мы это в общем общие слова, на самом деле, как вот сказала руководитель Международного финансового фонда, что мы, кроме слов, еще и дела некоторые делаем. Поэтому, собственно говоря, здесь тоже говорилось и о делах и в общем то, что мы с вами сказали, это как раз то, что поможет нам в деловом отношении сохранить наши или создавать наши репутации, сохранять, развивать их. Спасибо большое. Я думаю, на этом мы закончим. Наше время истекло. Спасибо. Спасибо. Спасибо.